И снова всем привет на канале Flame Gaming TV. Я рад, что вы снова заглянули ко мне на вечеринку. И сегодня вашему вниманию я представляю гайд на Бестию. Поехали! Сейчас довольно редко встретишь хорошую физлансию, так как класс не из легких. Но после просмотра этого гайда вопросов, надеюсь, у вас станет поменьше. Я постараюсь максимально раскрыть все сильные стороны этой барышни, а их у нее, поверьте, хватает. Итак, не отходя от привычного формата, мы рассмотрим следующее. Краткое описание класса и его особенности, рекомендации по билду, скилл гербы и советы по ротации. Для начала скажу, что сам класс Ланси с момента ввода и до появления у нее пробуждения вообще меня не впечатлял, вот абсолютно неинтересно было. А вот со вейками я на ней поиграл и всерьез задумался менять свою основу, а на тот момент это у меня был раймеханик. Динамичность этого класса удовлетворит требования любого игрока, а про уроны говорить вообще нечего, бахает она что надо. Бестия это тотальный милишник, основные характеристики сила и физатака, своей стихии нет. Вся ее механика напрямую завязана на эффекте уязвимости цели, которую она же и вызывает всеми своими скиллами. Также особенность состоит в том, что у нее по факту нет постоянной ротации скиллов, так как заветная уязвимость на цель накладывается рандомно в любой момент и может сработать абсолютно после каждого скилла, к чему нужно быть готовым и выполнить определенную комбинацию. И собственно вся ротация, которую мы позже рассмотрим, скорее будет содержать рекомендации по последовательности скиллов в зависимости от ситуации. Бестия имеет замечательную мобильность и выживаемость, так как много скиллов на блокирование урона и инвул. Вместе с тем не является самым легким классом для новичков, но после определенных тренировок таймингов все становится куда яснее и понятнее. Для пати полезно своим бафом, который дает скорость передвижения и скорость атаки, а также у нее есть два прекраснейших дебафа, но об этом всем давайте по порядку. Более детально рассмотрим скилл билд. В ветке лансе учим все стандартные пассивочки, учим обязательно удар головой, учим острый выпад, так как он нам будет нужен в дальнейшем при нашей ротации, учим парирование и баф гармонии сил, которые работают у нас на всех участников группы. В ветке мятежницы можно поступить двумя разными способами. Я сейчас вам покажу два варианта, точнее расскажу о двух вариантах билдов, и вы сможете уже сделать вывод для себя, какой вам будет более удобный. Первый вариант это Simple Mod, как я его называю. Вы просто не учите вот эти три скилла, а максите ветку полностью. Абсолютно вливайте все очки в ветку бестии и сокрушительный натиск при этом, и высокую стойку максите. Это вариант такой. И при этом в ветке пробуждения вы учите вот это пробуждение, которое нам позволяет с небольшой вероятностью активировать после удара головой усиленный удар. Я объясню чуть позже, почему его можно не учить. И второй вариант, тот который вы видите сейчас на экране. Мы сокрушительный натиск и высокую стойку оставляем на один. Это так называемый Maximum DPS Build. И в этом варианте вы Headbutt не учите. В ветке бестии все понятно, мы Maximum все что можно. Ну а в ветке пробуждения, за исключением этого скилла, Maximum все, а в зависимости от выбранного вами варианта в ветке мятежницы, вы либо учите, либо не учите этот скил. Здесь возможно несколько вариантов скилл гербов. Мы в любом случае должны поставить спиннинг кат на урон, зачистку на урон, меткий укол на урон. И можно выбрать либо полет с вращением на урон, либо высокую стойку на скорость каста, в зависимости от того, какой из выше предложенных мной вариантов билда вы выбираете. Если есть возможность ставить герб на плюс один, то ставим меткий укол. Ротацию и особенности этого класса мы объединим и поговорим о них позже. Для новичков на этом классе рекомендую делать упор в физическую атаку и силу. То есть ставить камни на силу, а вот если стоит выбор между силой и чистой физатакой, нужно выбрать второе. Чтобы не сильно просаживаться по критическому удару на начальных этапах, вы уже в курсе, что нужно делать. Ставить гербы с третьим статом на крит-удар. Поначалу стоит использовать конвертер, так как не забывайте, что у нее нет своей стихии, и три ДКУ на стихии. Когда ваш персонаж более-менее получит какое-то развитие, вы можете оставить два ДКУ на стихию и один поменять на физатаку. И вот особенности и плавно перетекающие в ротацию мы обсудим именно сейчас. Хонест Тач – это скилл для блокирования урона. После пробуждения можно мгновенно нанести урон, при этом получите 5 зарядов концентрации. Если успешно спарируете вражескую атаку, получите 10 зарядов. Даже во время использования скилла через ЛКМ у вас есть короткая неуязвимость. Зачистка во время каста снижает входящий по вам урон. В комбинации с синим щитом, который образует защитное поле, отличная защитная комбинация. Спиннинг кат – это самый сложный в освоении скилл, так как требует точного понимания тайминга. У бести достаточно бустов скорости каста, да и если еще у вас будет камень братства, то тайминг изменится. Имейте это в виду и тренируйте этот скилл тщательно. Не забывайте, что вы должны успеть ударить по уязвимой цели уколом из первой ветки, после бифроста, а уже потом давать укол из третьей ветки – спиннинг в скивер. Или меткий укол, кому как удобнее называть этот скилл. Акробатический маневр, полет с вращением, падающая звезда и бифроста – это скиллы эвейды. И если вы точно знаете, когда их использовать, то вас просто не остановить и ваша мобильность и выживаемость повысится в разы. Поэтому использование этих скиллов тоже нужно натренировать по таймингам. Советы по ротации В любой момент ниже представленной ротации вы можете навесить на босса эффект уязвимости, после чего обязательно нужно сделать острый выпад, бифрост, меткий укол для максимального урона. Не стоит забывать также о том, что с получением первого класса мастери у вас есть возможность при накоплении 20 зарядов концентрации использовать усиленный меткий укол, который позволит вам со 100% вероятностью навешать на цель эффект уязвимости. Итак, для начала бафаемся на гармонию сил и неуправляемую мощь. Ставим куклы и разбиваем их для получения бафа «Справедливость». Этот баф увеличивает наш урон и крит удар на 15% в течение 30 секунд. Ставим красное поле, сдаем сокрушительный натиск, выпад с копьем. Это наши дебафы на входящий урон 20% и сопротивление криту 15%. Далее используем скиллы «Полет с вращением», «Высокая стойка», «Зачистка» и «Зачистка» через классовое мастерство 2. Главная задача во всей этой ротации – это следить за бафом поля, по кд использовать куклы и дебафы, а по накладыванию уязвимости быстро отреагировать и выполнить комбо, описанное выше для максимального профита от данного класса. Если же вам нужно восстановить здоровье, то ставим синий щит. А если нужно заблокировать урон, не забывайте о тех скиллах, которые дают вам эвейт или же понижают входящий по вам урон, как, например, «Зачистка». И последний мой совет будет касаться ульты, которая называется «Шампанское». Это из параллельной ветки. В чем фишка? Вы получаете на 15 секунд плюс 25% к атаке светом и шанс крита на 90% повышается. Так вот, для того, чтобы максимально работала эта ульта, вам, естественно, нужно поставить себе конвертер на цвет. И когда вы будете кастовать эту ульту, с кулдауном 125 секунд будете получать на 15 секунд прирост тех характеристик, которые я уже сказал. Несколько слов по поводу пробуждения на скилл «Удар головой». Данный скилл позволяет с 20% вероятностью нанести на 3000% больше урона. Чаще всего этот скилл у ланси используется для того, чтобы выталкивать какие-то предметы, которые задействованы в механиках. Поэтому нужно четко понимать, что если вы выучите этот скилл, да, вы в какой-то момент сможете нанести больше урона, но я чисто для себя не вижу времени в вашей ротации для того, чтобы тыкать через ПКМ и в надежде на то, что у вас с вероятностью нанестется чуть больше урона. Ну, возможно, это сработает в ПВП и будет там интересно. Ну, а по факту от ланси и с ее мобильностью этот скилл бесполезен. На этом у меня все. Надеюсь, я ничего важного по ланси не забыл. Если что-то и забыл, то напишите в комментариях. Обязательно жду вас завтра и послезавтра на стримах. Напомню, что в воскресенье у нас будет проходить масс-ПВП-турнир Капитан 4х4, поэтому обязательно все приходите и заявите ваших друзей-ПВПшников. С вами был Flame Gaming TV, меня как всегда зовут Ваня. Всего вам хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok